Песни, мелодии и стихи военных лет звучали в среду днём в Твери на улице Дементьева. Здесь перед домом поэзия состоялся концерт, посвященный предстоящему Дню Победы. Подробности в нашем следующем материале. Хоть немного ощутить атмосферу 40-х могли в этот день тверичане, которые оказались на улице Андрея Дементьева. Звучала музыка тех лет, в воздухе чувствовался аромат полевой кухни. Так руководство дома поэзии решило отметить предстоящий День Победы. 9 мая для Андрея Дмитриевича, как и для всех тверяков, кто пережил войну здесь, конечно, самым большим праздником, самым радостным был. Он встречал 9 мая мальчишкой в Калинине. У него есть стихи «День Победы в Калинине». И, конечно, нам хотелось этот день отметить по-особому. Несмотря на довольно прохладную погоду, немало тверичан собралось послушать песни и стихи военных лет. Их исполняли как профессиональные артисты Драматического театра «Итюза», так и молодые лауреаты премии «Зеленый листок». С интересом публика слушала и рассказы о калининских поэтах, которые воевали на фронте. Я работала в журнале «Юность» с Борисом Полевым, когда он был главным редактором. Я знаю, как он любил вспоминать тень. Не долго, никогда он с фронта приезжал в Тверь, в Калинин тогдашний. В завершении зрителям объявили о начале сбора материалов для Тверской книги памяти. Всем жителям Верхней Волжи предлагается поделиться фотографиями и воспоминаниями своих родных и близких, которые защищали родину на фронтах Великой Отечественной войны.